приветствую вас на канале top traders меня зовут виктор и я участник команды эта рубрика крипто news и только здесь мы делимся тем что думают ребята в команде хочешь знать о чем говорят ребята подписывайся на наш канал ну и эта неделя была скупа на громкие новости так что судя по подборке в основном будем говорить об и найти токенов но давайте обо всем по порядку начнем естественно с детища цукерберга прошлом выпуске я говорил что вокруг facebook крутятся некоторые слухи и что с высокой долей вероятности мы поговорим про эту компанию и в новом выпуске и так слухи были о том что компанию ждет ребрендинг в свете того что нарратив метавселенных набирает обороты и выходят в тренд слухи подтвердились компанию переименовали в мета и сменили логотип основная причина в том что теперь компания нацелена на создание и развитие метавселенной возможно это несколько рискованный шаг потому что но все-таки можно было создать какое-то простое подразделение они проводить полноценный ребрендинг но все же ожидаем и учитывая деятельность компании и ее ресурсы намного проще выстроить виртуальный мир когда у тебя миллиард лояльных ну плюс-минус реальных пользователей да и вообще это похоже на органичное развитие социальных сетей вслед за развитием технологий многие крипто энтузиасты и восприняли эту новость даже с эйфорией об этом свидетельствуют отличные трейды токенов связанных с NFT пространством основной посыл в том что ну теперь то уж мы заживем ведь даже если 10 процентов пользователей фейсбук окунется в мир NFT эту индустрию ждет космический полет на всем известный спутник может и так это действительно очень позитивная новость точки зрения признания NFT отрасли и крипты в целом но в этой бочке меда не сложно найти ложку дегтя все-таки никакой подробной информации у нас нет очевидно что это будет закрытая централизованная система которая легко регулировать и доить ведь инвестировать в нее будет фейсбук и компания поэтому незачем делиться наработками как это принято в крипто среде тем более что google amazon и apple тоже наверняка работает на чем-то схожим так что впереди нас ждет захватывающая конкурентная борьба за пользователей не только между самими техно техническими гигантами но и децентрализованными решениями тем из вас кто хочет больше узнать про будущее частных и общественных метавселенных следует прочитать вот эту статью из работ артура хейса который мы регулярно переводим и выкладываем у себя в канале складывается впечатление что спустя почти да даже что почти больше года бычьего рынка у участников накопилось изрядное количество свободных средств которые необходимо куда-то пристроить создаются крупные фонды ориентированные на инвестиции в криптоиндустрию проводятся разные раунды финансирования инвестируют не только в зрелые токены на ранних этапах но и в инфраструктуру вот и популярная площадка для проведения сейлов а по совместительству и крипто биржа coinlist получила финансирование в размере 100 миллионов долларов при оценке в полтора миллиарда долларов средства как ожидается пойдут на увеличение команды чтобы обеспечить рост платформы и масштабировать ее системы что я могу сказать благодаря разным успешным сейлам coinlist стала очень популярной у крипт энтузиастов жду лайк от каждого мульти от каждого аккаунта на coinlist и раз уж они хотят справляться с постоянно растущей пользовательской базы это действительно команде должно быть больше двух с половиной людей ну и самый сок в том что сего отметил что они дальше будут развивать свою систему кармы и вот этот момент должен быть очень интересен многим из вас потому что как минимум прокачанная карма дает приоритет в очереди на селе а как максимум может и еще какие бонусы я чуть ли не в каждом видео говорю о том что мы с вами работаем в отрасли с повышенными рисками потерять заработанные с трудом средства проще простого можно кликнуть не на ту ссылку про инвестировать не в ту монету или закинуть деньги не в тот протокол к примеру крым финанс уже взламывали три раза три раза кару первая атака была февралья когда угнали 37 с половиной миллионов потом в августе увели 418 миллионов в токенов flex and network и 1300 эфиров и вот снова как этот крим сохраняет доверие для меня остается загадкой если у вас есть ответ пишите его в комментариях ниже будет очень интересно почитать ладно фиг с ним с этим протоколом это видимо какой-то особый вид издевательства над собой нас тут волнует нечто другое такого рода взломы и мошенничество лишний раз обращать внимание на криптоиндустрию со стороны регуляторов пускай они там сидят себе аккуратно пишут законы но события где люди теряют миллионы долларов заставляет задуматься именно об этом и говорит гарри генслер мужик вроде толковый битисе и и те явно появился не без его помощи но относительно децентрализованных финансов он высказывается достаточно жестко и основной посыл пользователей нужно защищать слишком много финансовых операций происходит дпай и без адекватной защиты дело кончится очень плохо ну и что здесь такого спросите вы что ж на фоне того как инопланетянин переименовывать свою компанию никто особо не заметил как группа на разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег выпустила свои рекомендации для тех кто не знаком с фат это такая организация в которой входят многие крупные страны мира и главное ее задача состоит в создании мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирование терроризма так вот эти ребята в начале года выпустили черновик своих рекомендаций для децентрализованных финансов и получили кучу обратной полезной связи доработали и выпустил финальный вариант который конечно будет получше предыдущего но все равно содержит некоторые размытые термины и излишне жесткие ограничения например ограничение запуска общедоступных платформ и расширение регуляции vsp virtual asset service provider то есть поставщиков услуг с виртуальными активами дальше я буду называть это как вас своих рекомендациях организация по сути пытается впихнуть невпихуемо то есть подвести децентрализованное решение под общую гребенку вместе с традиционными поставщиками финансовых услуг им просто сложно признать тот факт что до фай решение направлено на то чтобы убрать этих самых традиционных поставщиков и посредников но это все лирика эти рекомендации в текущем их виде действительно способны нанести крипт развивающейся сфере децентрализованных финансов позитив в том что в целом они идут на диалог и страны особо и могут не следовать их рекомендациям а также у крипто участников есть теперь понимание в какую сторону может двинуться регулирование чтобы продумать следующие шаги к примеру наш пострел который везде поспел самый прозрачный игрок на рынке крипто индустрии компания тетер заявила что они запускают тесты своего решения notabene для трансграничных транзакций между различными вас одна из рекомендаций фатфа заключается в том что разные поставщики услуг должны обмениваться между собой информация клиенте тетр считает что благодаря своему опыту они могут возглавить разработку решений которые помогут поставщикам соответствует рекомендациям ладно хватит о грустном вернемся обратно к нфт индустрии adobe компания которая стоит за популярным софтом под названием photoshop сообщила что теперь напрямую photoshop можно подготовить изображение в качестве нфти что включает в себя добавление учетных данных контента который в свою очередь будет отображаться на популярных нфт-маркетплейсах например openc или rarible о том что адапт адапт добавляет такую фичу сообщил голова по продукту в компании скотт белинский главная цель в том чтобы защитить авторов контента и дать коллекционерами инструмент выявления истинного создателя все что потребуется это привязать кошелек и добавить необходимую информацию и она будет доступна на маркетплейсах это win-win история так как для художников так и для коллекционеров потому что похожий photoshop станет кузней нфти а у покупателя будет стопроцентный способ верифицировать и купить оригинал кстати помните обложку до иконами где они отправили кучу токенов в яму журнал продал ее на аукционе за почти 100 эфиров в качестве нфти все деньги отправили свой образовательный фонд кроме того таким образом они провели эксперимент и даже постарались познакомить свою аудиторию с практикой крипто аукционов хотя судя по участников новеньких там было не очень много ах да они же объяснили смысл своей обложке не суть том что на ней есть отсылки к статьям о децентрализованных финансов где рассматривались разные организации стремящиеся создать новое финансовое будущее и вот чтобы полноценно понять весь этот новый мир необходимо нырнуть него с головой так что ничего сверхъестественного хотя у нас команде были интересные жаркие споры на эту тему на этой ноте я пожалуй буду загугляться в следующем видео обсудим новые события которые привлекут внимание ребят с команды чтобы не пропустить его нужно подписаться на канал вдали по колокольчику всем продуктивной недели счастливо